Всем привет! В природе улиточки получают кальций, пропускают через себя землю, поедая кости умерших животных и соскребая со стен штукатурку. Кальций, без которого улиточка не наращивает свою раковину, а в домашних условиях вам необходимо предложить ей еду, из которой она получит этот кальций. И вот самое основное, кроме цепи и мела не соленого природного, это вот яичная скорлупа. При изготовлении разных блюд остается скорлупа, которую нужно помыть, потому что в середине ее есть остаточки яйца, белка и когда он засыхает, получается очень неприятный запах. Помытые скорлупки складываются у меня в такую коробочку и они дополнительно просушиваются. Потом я беру тарелочку и уже подсушенную скорлупу, я ее вот так вот раскрашу, чтобы она еще дальше немного подсушилась. Такую скорлупку нельзя давать, особенно для маленьких и небольших улиточек, потому что, когда они кушают, вот края могут их резать, травмировать их внутренности, поэтому дальше идет еще процесс измельчения вот этой скорлупы уже в порошок, мелкий порошок. Для этого используются кофемолки. У меня, например, такая ступа старинная, бабушкина, и я в эту ступу так вот перемалываю. Получается вот такая вот скорлупа, которую я потом высыпаю в коробочку и потом вот этим вот порошочками скорлупы я просто посыпаю огурчики, кабачки, арбузики. Все, что я даю, все посыпается этой скорлупой и улиточки охотно поедают такую пищу. Скорлупу мои улиточки получают в своем рационе каждый день и вот за полтора месяца они так вот достаточно подросли. и раковина у них достаточно прочная. Всем пока и до новых встреч на моем канале!